Так, парни, всем здорова! Ветер подогнал, бать! Слышим, если не знаю будет как. В общем, несколько... Ладно, зайду сюда. Несколько человек уже просило рассказать конкретнее, за что меня в 13-летнем возрасте поставили на учет в детскую комнату милиции. Я решил показать даже, а не рассказать. В общем, смотрите, в этом 92-й год в этом доме, например, вот здесь было окно. Окно. Мы пиздюками сюда лазили. Сейчас тут железка какая-то. Короче, или в это окно, или в это окно. Не суть. В общем, тогда лазили сюда. Тут у нас проходил наш так называемый этот досуг. Мы здесь пили, выпивали, курили там, что-то делали непонятное. Ну и в определенный момент в 92-м году там были цеха, я так понял. Там коммерсанты. Вот тут была дверь. Коммерсанты заходили через эту дверь. Замок также висел. И, как сказать, тут работали, был швейный цех. Они выпускали зеленые штаны тут всякие такие. Тогда мода была бананы назывались там, юбки. Вот, короче, с нами был один отмороженный чувак. Отмороженный чувак. Валера. Его звали Валера. Погоняла Лерыч. Лерыч. Ну и факт в том, что этот Лерыч берет лом и, блядь, ломает одну дверь в этот цех внутри. И, короче, заходит. И там открыты стопки со штанами, со всякими. И мы, короче, придурки начинаем эти штаны таскать, брать себе. Типа, блядь, кто-то прям там уже одевал и ходил в штанах. Ну, типа, круто. Ну, пиздец, короче, без комментариев. Это был пятница. А в понедельник так этот Валера, блядь, не помню точно, блядь, он, по-моему, еще и ломом порасхуярил эти швейные машинки, придурок, блядь. Ну, это что называется? Отсутствие мозга, блядь, и инстинкт толпы, блядь, друг перед другом. Факт в том, что я помню, спиздил там что-то трое штанов, что ли. Понятное дело, что это видели старшаки. И факт в том, что буквально на следующий, там, через пару дней, в понедельник, коммерсы уже заявление подают. Ну, они же пришли на работу, тут все пиздец, короче, что творится в этой двери. Зашли, там все поразбито, порасхуяренное. Ну, конечно, эти менты приехали, сразу за жопу взяли старшаков. Те сразу все пароли явки нахуй сдали. Понятное дело, сидеть не хочется, им-то по 17 было, нам по 13. Ну, конкретно хочу чу сказать, вселенная мне помогла в том, что... Спасибо тебе, вселенная, ты мне не раз помогала. Благодарю тебя за это. Мне было два месяца, оставалось до 14 лет. В принципе, это меня и спасло не здесь. Многие, конечно, из тех людей, кто были со мной там, уже кто-то, глядь, по 4, по 5, но это их не путь, они его сами выбрали. Так что, помню, у меня кончилось тем, что приехал я только на комиссию для несовершеннолетних. Мать там заплатила штраф. Ну и все как бы, я для себя сделал выводы, что не стоит оно того, за какие-то там... поставили меня на учет, потом милиционер приходил, потом в школе что-то там пытались мозги ебать, но мне плевать было. Для себя я выводы сделал, что не стоит оно того, чтобы за трое штанов садиться. Как всегда еще раз повторю, мне просто повезло, в этой жизни мне часто везло. Я благодарен за это вселенной. Сколько раз я должен был сдохнуть. Так что это, в принципе, послание тем ребятам, кому сейчас 13-14 лет там. Ребят, прежде всего, думайте своей головой, не ведитесь на инстинкт толпы, не слушайте никого, думайте сами о последствиях и о тому подобных. За вас никто не будет отвечать, только вы будете отвечать за все. Ответ держать. Все, давайте, удачи всем, удачи и процветания, и куча денег. Все, до связи.